Герцогиня Кембриджская зашифровала тайное послание на новой фотографии принца Джорджа. Похоже, что Кейт Мидлтон и принц Уильям переживают не лучшие времена. Для герцога и герцогини кембриджских, по мнению инсайдеров, 2021 год стал одним из самых сложных. Взвалившаяся на плечи двойная ответственность после того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия. Непримиримое противостояние Уильяма и Гарри, трагическая кончина принца Филиппа и много других негативных событий преследуют будущего короля Англии и его супругу в этом году. Теперь же у Кейт Мидлтон и принца Уильяма появился еще один повод для переживаний. Это наследники, которые так быстро растут. В частности, их сын Джордж. Ему на днях исполнилось 8 лет, и мальчик готовится к новой главе в его жизни. В день рождения принца было много сообщений о том, что осенью Джордж пойдет в подготовительную школу. Эксперты считают, что этот факт разбивает материнское сердце Кейт. По словам королевского эксперта, австралийской журналистки Даниэлы Эльзер, герцогиня кембриджская так переживает по поводу будущего отъезда сына, что зашифровало тайное послание на новой фотографии принца Джорджа, выложенной в день его рождения. На первый взгляд, это вполне обычная фотография. Трогательный снимок, соответствующий сельской местности. Но интересен этот кадр не тем, кто на нем изображен, а тем, что он означает. А означает он то, что Джордж на фото того же возраста, в котором его отец принц Уильям и его дядя принц Гарри были отправлены в школу-интернат, написала Даниэла Эльзер в своей статье для австралийского Ньюс. Герцогу и герцогине Кембриджским впервые предстоит отлучить от семьи 8-летнего сына и отправить в школу. Для большинства людей сама мысль о том, чтобы отправить ребенка учиться, очень болезненно. Но британское высшее общество веками твердо верило в то, что чем раньше они отправят своих отпрысков, знакомятся с латинскими глаголами. Холодными предрассветными играми в регби и диетой из серых пережаренных овощей, тем лучше, пишет Эльзер. Источники утверждают, что принц Уильям, учась в школе-интернате, очень тосковал по дому, а над Кейт Мидлтон сильно издевалась сверстники. Захотят ли родители подобной участи для Джорджа? Тем не менее, Даниэла Эльзер утверждает, что куда бы Кейт и Уильям не отправили своего сына, это очень важный вопрос, как в личном смысле, так и с точки зрения и положения королевской семьи в обществе. Кембриджские рискуют столкнуться с неприятием, поскольку в Великобритании сейчас царит жесткое противодействие частным школам и элитарности, которое пронизывает социальную структуру страны. Австралийская журналистка пишет, что британцы вполне могут обвинить герцога и герцогиню, отправляющих Джорджа в школу-интернат, в варварстве. После Мэкзита и заявлений герцога и герцогини Сасекских о королевской жестокости последнее, что нужно дворцу это укрепить представление о том, что они холодные, бесчувственные люди, констатирует Эльзер. Говорят, что быть матерью – самая трудная работа в мире, но в такие моменты, как этот, я думаю, что быть матерью будущего короля еще труднее, подытожила Даниэла Эльзер.